И не обманывался этот, истинно великий старец, но удерживал при себе, руководил, усовершал и приносил Христу непорочные жертвы. Об Аввакире! Послушаем и поделимся Божией премудрости, находя ее в скудельных сосудах, пребывая в той же обители и дерясь вере, терпении и непоколебимой твердости иных, новопоступивших при неприятностях не только от настоятеля, но и от самых последних, в назидание свое спросил я одного брата по имени Аввакира, 15 лет живущего в обители, ибо видел, что его особенность все почти обижают, и служители каждый день выгоняют из трапезы за то, что брат сей по природе был несколько невоздержан на язык. И я сказал ему, брат Аввакир, за что тебя, как вижу, каждый день выгоняют из трапезы, и засыпаешь ты часто без ужина? Он отвечал, поверь мне, отец, что искушают меня отцы, точно ли я монах, потому что делают это не вправду. И, зная, какая цель у великого старца и у них терплю, все это без отягощения. И вот уже 15 лет, как рассуждаю таким образом, так и сами о непреступлении моем говорили мне, что за 30 лет искушают отрекающихся от мира. И справедливо поступают в этом отец Иоанн, потому что без искушений золото не усовершается. Тридцать. Этот доблестный Аввакир, прожив в монастыре два года по моем туда прибытии, переселился ко Господу, и, находясь при смерти, говорил отцам так. «Благодарю, благодарю Господа и вас, ибо искушаемый вами во спасение мое семнадцать лет пребывал я неискушаемым от бесов. И правосудный пастырь, воздавая ему должное, велел, как исповедника положить его с почивающими там святыми». О Македонии Архидиаконе. Страница 50. Всем ревнителям совершенства сделаю обиду, если сокрою во гробе молчания заслугу и подвиг Македонии, первого из тамошних диаконов. Этот покровительствуемый Господом муж. Однажды, перед наступлением праздника святых богоявлений, именно за два дня, усиленно просит пастыря, чтобы позволил ему сходить в город Александрию для какой-то собственной его нужды, обещаясь как можно скорее возвратиться из города по причине праздничного последования и приготовления. Но ненавистник добра дьявол положил препятствие Архидиакону, и он, отпущенный игуменом, не поспел в обитель к святому празднику и в назначенный настоятелем срок, пришел уже на другой день. Пастырь, отлучая от его диаконского служения, не изводит в чин самых последних из новоначальных. Этот добрый диакон, терпя и истинный Архидиакон твердости, так радушно принимает от отца это определение. Как бы ни его, а другого, кого подвергали наказанию. Когда же сорок дней был он в таком чине, мудрый пастырь снова возвел его на собственную его степень. Едва прошел день, как Архидиакон умоляет пастыря, чтобы оставил его в прежнем наказании и бесчестии, сказав ему, что в городе непростительно пал он. Преподобный, зная, что Македония сказывает ему неправду, только ради смирения домогается наказание, уступил доброму желанию труженика. И вот было зрелище. Почтенный сединами старец проводит дни в чине новоначальных и чистосердечно умоляет всякого помолиться о нем. Ибо, говорит он о себе, спал я в блуд прислушания. Но мне, смиренному, открылся этот великий Македоний. Для чего добровольно вступил он в такой уничиженный образ жизни? Никогда, говорил он, не видел я в себе такого облегчения от всякой брани и такой сладости божественного света, как теперь. А ангелам продолжал он свойственно не падать, а может быть, как утверждают иные, не могут, а не пасть. Людям же свойственно падать, и всякий раз, как скоро случится это, так можно скорее восставать. Но демонам, и только одним демонам свойственно падши, не восставать. О другом, некоем брате. Брат, надзиравший за службами обители, открылся. Когда был я еще молод, говорил он, и на моем попечении был скот, случилось у меня ввергнуться весьма тяжкое душевное падение, поскольку же никогда не было у меня привычки таить змею в норе сердца своего. То, схватив ее за хвост, под хвостом же, разумею, конец дела, показал врачу. Он, улыбаясь и слегка ударив меня по щеке, сказал мне, иди, чада, продолжай службу свою, как прежде, немало не страшась. И я с пламенной верой, положившись на это в течение немногих дней, получил удостоверение в своем исцелении, продолжал путь свой, вместе и радуясь, и трепеща. Всякие роды, твари, как говорят иные, имеют свои разности, отвечающие один род от других. Так и в соборе, братья, были разности и в приспиянии, и в расположениях. Когда врач их замечал, что некоторые любят выказывать себя при посещениях обитель людьми мирскими, тогда при таких посетителях подвергал их крайним оскорблением и налагал на них самые унизительные службы. Почему начинали они с поспешностью скрываться, как скоро видели прибытие мирян? Таким образом, происходило нечто невероятное. Тщеславие само себя изгоняло и скрывало от людей. О преподобном Мине. Господу угодно было не лишить меня молитвы преподобного отца. И за неделю до моего отшествия из этого святого места взял он к себе чудного мужа имени Мину, занимавшего второе место после пастыря, жившего в общежитии 59 лет, и прошедшего уже все служения. На третий день по успении преподобного, когда совершали мы обычный канон над ним, внезапно наполнилось благоуханием все место, где лежал преподобный. Поэтому великий отец велел нам открыть гроб, в котором положен был преподобный. Гроб открыли, и все видим, что из честных стоп его, как из двух источников, исходит благовонная мира. Тогда наставник говорит всем, смотрите, вот пот и трудов, и болезни его принесли мира Богу. И это справедливо. Отцеты и обители пересказывали нам о многих других заслугах преподобнейшего Мины. Между прочим же, и сказали и это. Однажды настоятель вознамерился искусить богодарование, богодарованное терпение его. Мина вечером пришел в игуменскую келью, и земно поклонясь игумену, просил по обычаю дать ему наставление. Игумен же оставил его лежащим на земле до самого правила, и тогда уже благословив его и сделав ему выговор, что любит выказывать себя, и нетерпелив, велел встать. Преподобный знал, что Мина перенесет это мужественно, потому и поступил так в назидание всем. Ученик преподобного Мина подтвердил нам сказанное о наставнике, и поэтому присовокупил еще. Полюбопытствовал я у него, не одолел ли его сон в продолжении такого колена преклонения перед игуменом. И он уверял меня, что лежа на земле прочел всю псалтырь. Непременно украсить венец слова и этим смарагдом. Завел я однажды речь о безмолвии с некоторыми самых мужественных старцев в обители. Они с улыбкой на лице и с веселым расположением духа приветливо говорят мне. Мы, Отец Иоанн, как вещественное и житие проходим вещественное, рассудим наперед, что и в брань должно вступать по мере своей немощи. И признав за лучшие бороться с людьми, которые иногда бывают свирепы, иногда же раскаиваются, а не с демонами, которые всегда против нас неистовы и вооружены. Некто же из этих преснопамятных отцов, возымев ко мне великую по Боге любовь и доверенность, благосклонно говорил мне, «Ежели в тебе, мудрый муж, есть сила, сказавшего о себе с душевным чувством, все могу, укрепляющий меня Христе, ежели снишел на тебя Дух Святой росою непорочности, как на святую издеву, ежели сила Вышнего осенила тебя терпением, то, как муж, Христос Бог, припояшь чресла свои полотенцам послушания, и восстав с вечера безмолвия умой ноги, братья, в сокрушенном духе. Лучше же сказать, припади к ногам собора смиренными мыслями. У дверей сердца своего поставь строгих и неусыпных привратников, управляя неудержимым умом в развлекаемом заботам и теле, имея удободвижные и колеблющиеся члены. Упражняйся в умном безмолвии, и что всего славнее, среди мятежей будь неустрашим в душе. Связывай язык, который неистово рвется на прикословие. Семьдесят крат седмирицию в день борись с этим властелином. На душевном древе, кресте, утверди наковальню ум, который бы при непрерывных ударах в него молотами и при непрестанном стуке, то есть поруганиях, о смеяниях, обидах, никак не мог быть сокрушен и не подвергался бы повреждения, но оставался совершенно гладким и непоколебимым. Соблекись волей своей, как срамной, одежды, и обнажай, выходи на поприще. Облекись в редкую и с трудом приобретаемую броню веры в бегоположника своего, не дозволяя расслаблять и уязвлять себя неверию. Уздои целомудрие, сдерживай бесстыдно устремляющееся осязание. По мышлениям о смерти, смежай око, которое ежечасно готово с любопытством смотреть на величие и красоту телесную. Обуздывай пытливый ум, который при собственной заботе о себе самом готов осуждать брата в нерадении, побуждай тот нелестно изъявлять всякую любовь и сострадание к ближнему. Об этом любезнейший отец действительно уразумеет тогда все, что Христовы мы ученики, сошедшись вместе, любовь имеем между собою. Здесь говорил еще этот превосходный друг, здесь водворись с нами и пей ежечасно поругание, как воду живую. Давид, испытав все приятности под небом и напоследок, недоумевая, что из всего избрать, сказал, вот что хорошо и что прекрасно. Не иное что, как жить братьям вместе. Если же мы не сподобились еще и этого блага, то есть такого терпения и послушания, то всего лучше, познав, по крайней мере, свою немощь и став наедине вдали от подвижнического поприща, ублажать подвижников и просить им у Бога терпения. Побежден я был этим добрым отцом и совершенным наставником, который евангельски и пророчески, лучше же сказать, дружелюбно поборол нас. И не колеблясь, вожелали мы отдать преимущество блаженному послушанию. Но упомянул еще об одной общеполезной добродетели этих блаженных и как бы вышедшей из рая, начну опять предлагать вам некрасивое и малополезное тернее слово. Блаженный пастор замечал неоднократно, что иные вели разговор, когда стоим мы на молитве. Таковых на целую седьмицу ставил он у церкви и приказывал, чтобы делали поклон всякому входящему и выходящему. И что удивительнее, поступал так даже с клириками, то есть старейшими. Приметив, что один из братьев на псалмопении стоит с большим сердечным чувством, нежели многие другие с большим, особенно же в начале песни своими движениями, переменами в лице, как бы разговаривать с кем. Просил я объяснить, что значит этот обычай блаженного. Он же, зная, что не полезно скрывать, сказал, не имея привычку, отец Иоанн, в самом начале собирать свои помыслы, ум и душу и призывая вопиять им, «Впредите, поклонимся и преподем самому Христу, цареве и Богу нашему». Полюбопытствов узнал я также следующее о надсматривавшем за трапезы. Приметив дощечку, которая всегда висела у него на поясе, доведался, что всякий день записывая на ней свои помыслы, все те открывают пастырю. Увидел же, что не он один, но и весьма многие другие из тамошних братьев делали тоже, а на это, как услышал я, была даже и заповедь великого пастыря. Сорок. Однажды изгнан был им некто из братьев за то, что клеветал перед ним на ближнего, называя его пустословом и болтливым. Изгнанный не отходил от ворот от обители целую неделю, прося себе дозволения войти и прощения. Когда узнал об этом, ревнуясь о спасении душ пастыря, и разведал, что брат этот в продолжении шести дней вовсе ничего не вкушал, тогда объявил ему, если решительно желаешь иметь жительство в обители, то не взведу тебя в чин кающихся. Когда же брат, принося покаяние, принял это с радостью, пастырь велел отвезти его в особенную обитель плачущих о своих грехопадениях и что и было исполнено. Поскольку же упомянул я о сказанной обители, то дадим они и краткое понятие. В расстоянии на одно поприще от великой обители было место, называемое темницей, лишенное всякого утешения. Там никогда не было видно ни дыма, ни вина, ни елея в пище, ни другого чего-либо, кроме хлеба и в малом количестве овощей. Сюда-то, впадавший в грех по призванию в братство, пастырь заключал безвыходно и не вместе всех, но каждого особо и отдельно или не более как подвое и держал там, пока Господь не удостоверял его об исправлении каждого. Поставил же над ними и наместника, мужа великого по имени Исаака, который от поручаемых ему требовал непрестанной почти молитвы и о предотвращении уныния было у них большое количество ветвей для плетения корзин. Таков был образ жизни, такое постановление, такое препровождение времени у действительно ищущих лица Бога и Яковля. Прекрасно удивляться трудам святым, спасительно соревновать им, но захотеть вдруг сделать соподражателями житию их и неразумно, и невозможно. уязвляемые обличениями будем содержать в памяти грехи свои, пока Господь, видя усилия в нас, у сильных искателях его, изгладит грехи наши и уязвляющие сердце наше скорбь притворит в радость. Ибо сказано, по множеству болезней моих сердце моем, в такой же мере утешения твои вознеслили душу мою. Во время свое не забудем того, кто говорит к Господу. Великий явил ми си скорби многие злые, и обращся оживотворил миа, и от безн земли по падении снова возвел меня. Блажен, кто ежедневно злословимый и уничижаемый преодолевает себя ради Бога. Он будет ликовствовать с мучениками и дерзновенно беседовать с ангелами. Блажен монах, который почитает себя ежечасно достойным всякого бесчестия и уничижения. Блажен, кто до конца умертвил волю своей и попечения себе предоставил наставнику своему о Господе. Он будет поставлен на десную распятого. Кто отринул от себя справедливое или и несправедливое обличение, тот отрекся от своего спасения. А кто принял обличение со скорби или даже и без скорби, тот вскоре получил отпущение своих грехопадений. Мысленно свидетельствуй перед Богом искреннюю веру и любовь к Отцу твоему, и Бог наконец неведомым образом внушит ему, что по мере твоего к нему расположения и он к тебе стал привязан и благорасположен. Кто всякую змею выставляет на позор, тот показывает в себе действенную веру, а кто скрывает, тот блуждает еще вне пути спасения. Тогда человек несомненно познает свое братолюбие и свою любовь, когда увидит в себе, что он плачет о прегрешениях брата и радуется его преуспеянии и дарованием. Кто в разговоре хотя говори и правду, но того только желает и то имеет в виду, чтобы его слово взяло вверх, тот пусть знает, что он болен дьявольской болезнью. Если поступает так в разговоре с равными, то может быть уврачует еще его в разумлении высших. Если же обращается так с высшими или с мудрейшими, то людям не исцелить его недуга. Не уступающий в слове без сомнений не уступит и в деле, ибо неверным малым не преклонен и на деле. Напрасно трудится и он от святого подчинения, не приобретет себе ничего кроме осуждения. 50 то причину этого пусть приписывает не давшему, но принявшему оружие, потому что взял оружие для ротоборства со врагом и вместо того обратил то на сердце свое. Если же принудил себя ради Господа и дающему поручение предварительно говорил о своей немощи, то пусть благодушествует, хотя он и пал, однако же еще не умер. Забыл я, возлюбленные, предложить вам еще сей сладкий хлеб добродетели. Видел я там послушных о Господе, которые по Богу сами себя подвергли оскорблениям и бесчестий, чтобы таким образом предуготовившись не страшиться уже оскорблений, наносимых другими. Душа, помышляющая об исповеди, ею, как у зои, удерживается от греха, ибо в чем не исповедуется, то делаем уже, как во тьме небоязненно, когда в отсутствие настоятеля, вообразив лицо его, представляем себе, что сам он перед нами, и избегаем всякого разговора или слова, или пищи, или сна, или чего другого, что, как предполагаем, было бы ему неприятно видеть в нас. Тогда действительно узнали мы неложное послушание. Избалованные дети отсутствие учителя почитают для себя радостью, а благонравным это потеря. Однажды униженно просил я одного из опытнейших старцев сказать, как послушанием приобретается смирение. Он сказал на это, благопризнательно послушный, хотя и мертвых станет воскрешать, хотя и дар слезы освобождения от духовных браний получит, непременно рассуждает, что производит сие молитва духовного отца, и он пребывает чуждым и далеким от суетного превозношения, ибо так превозносить все ему тем, что сам он признает сделано немощью другого, помощью другого, а не его старанием. Как превозносить все ему тем? Но безмолвнику неизвестно упражнение в описанных выше добродетелях. Ему справедливым кажется и самомнение, которое внушает ему, что добрые дела совершает он собственным своим старанием. Находящийся в подчинении, победив две вражи лести, непослушаний и самомнение, пребывает уже вечно послушным рабом Христовым. Демон в борьбе с делателями послушания усиливается иногда осквернить их телесными нечистотами, иногда делать их то жестокосердами, то сверхобыча тревожными, то какими-то сухими, бесплодными, ленивыми в молитве, сонливыми и омраченными, чтобы отвлечь их от подвига, как не достигших никакого успеха от подчинения, и даже отставших в своем приспеянии. Ибо не позволяет ему утвердиться в той мысли, что нередко отъятие благ, по-видимому, уже нам принадлежавших, по Божьему смотрению приводит нас к глубочайшему смиренномудрию. Упомянутого теперь обманщика иные отражали нередко терпением, но не успевает еще он кончить своей речи, как, представ, другой ангел покушается вскоре ввести нас в обман другим способом. «Видел я делателей послушания, которые под покровом отца сделались исполненными сердечного умиления, кроткими, воздержанными, старательными, не чувствующими в себе брани, горящими от усердия, и к ним-то приступив, демоны всевали в них мысль, что имеют уже достаточные силы к безмолвию, как совершенной награде за подвиг. В безмолвии же могут достигнуты и до бесстрастия, и обольщенные этим из пристани, пустившись в море, когда застигла их буря, и кормчих у них не стало, жалко и потерпели они крушение на этом нечистом и соленом море. 60. В море иногда нужно волноваться и серепеть, чтобы при этом выбросить опять на сушу дрова и сено и всякую гниль, что только занесено в него реками страстей. Если смотримся, то найдем, что после бури на море бывает глубокая тишина. Кто иногда послушен отцу, а иногда не послушен ему, тот подобен человеку, который привязывает у себя к глазу тот целебный порошок, кто изисть. Ибо сказано, один созидает, а другой разоряет, что успеет более, только труд. Сирахов 3,4,25 не обольщайся, сын, послушный Господу, духом самомнения и прегрешения свои объявляй учителю никак от лица другого, без стыда невозможно избавиться от стыда, обнажись труп свой перед врачом и не стыдись, скажи, вот вот моя язва отец мною самим по моей беспечности а не другим кем причиненная никто не виновен в этом ни человек ни дух ни тело ни другое что на мое одно нерадение причиною и в наружности и в помысли будь на исповеди как осужденный поникни глазами в землю если можно орошай слезами ноги судьи и врача как ноги христовы у бесов нередко бывает в обычае внушать нам чтобы мы или не исповедовались или делали это как бы от чужого лица или урекали других называя виновниками наших грехов если все зависит от привычки и ей следуют люди то без сомнения тем более еще зависит от навыка и доброе потому что в добром деле есть великий содействий не к бог не будем много лет трудиться сын ища в себе блаженного покоя если вначале от всей души придашь себя на терпение бесчестие не почитай для себя неприличным приносить исповедь своему помощнику как богу смиренным духом видел я что осужденные жалобным видом своим сильным раскаянием и просьбами смягчали непреклонность судьи и гнев его прилагали на милость поэтому то и ян креститель от приходящих к нему прежде крещения требовал исповедания грехов не сам имея нужду узнать грехи приходящих но их устроя спасение не будем поражаться тем что и после исповеди бываем боримы ибо лучше бороться со сквернениями только бы не с самомнением не порывайся и не возносись мыслью слыша повествование об отцах безмолвниках и отшельниках ибо и ты ходишь в воинстве первомученика и падай не удаляйся с поприща ибо тогда то особенно и нужен нам всего более врач кто и при помощи приткнулся ногой от камень тот без помощи конечно не только уприткнулся но и нашел себе смерть 70 когда доведены мы до падения тогда демоны немедленно наступая на нас и в предлог взяв что-либо благовидное вернее же сказать неблагоразумное поставляет нам на вид безмолвия цель же вравов та чтоб при падении нанести нам и раны когда врач отказывается сознаваясь в бессилии тогда необходимо идти к другому потому что редкие исцеляются без врача кто же вздумает противоречить нам когда скажем что всякий корабль имеющий искусного кормщего и подвергшись окрушению без кормщего неминуемо погибнет следствие постушания смирения следствие смирения бесстрастия если только во смирении нашем помянул нас Господь избавил нас от врагов наших поэтому ничто не препятствует сказать что следствие послушания бесстрастия в котором достигается конец смирения смирение начинается послушанием как закон Моисея Моисеем отчерк совершает совершает матери как Мария синагогу всякого наказания от Бога достойны те больные которые испытав искусство врача и получив от него пользу из предпочтения к другому оставляет его прежде совершенного выздоровления не бегая рук того кто привел тебя ко Господу ибо во всю жизнь свою никого не будешь столько уважать как его небезопасно неопытному воину отлучаться от полка и выходить на единоборство небезбедственно и монаху безопытности и долгого упражнения в борьбе с душевными страстями отходить на безмолвие тот подвергает опасности тела а это душу Писание говорит благи два более единого и Кристиан 4.9 то есть хорошо сыну вместе с отцом при содействии Божия Духа вступать в борьбу с прежними своими пристрастиями кто у слепого отнимает руководителя у стада пастыря у сбившегося с дороги пути указателя у младенца отца его у больного врача у корабля кормчива тот тех и других вводит в опасность а кто намеревается без помощи других вести брань с духами тот бывает ими умершлен вступивший во врачебницу пусть сначала обращает внимание на свое болезненные припадки а пребывающие в подчинении на свое смирение первым облегчением болезненных припадков последним возрастающего у них самоосуждения служит неложным признаком здоровья и при том таким признаком каким не может быть ничто другое совесть совесть добудет тебе зеркалом для поверки твоего послушания и этого довольна подчиняющийся отцу в безмолвии противоборниками имеет демонов и их только одних а пребывающие в общежитии борются вместе с демонами и с людьми первое всегда имея перед собой учителя строже соблюдая заповеди его последнее они же нередко по причине отсутствия его и нарушают их несколько впрочем если и которые тщательны и трудолюбивы то с избытком восполняют они этот недостаток терпением огорчений и получают сугубые венцы всяким хранением блюди 3423 будем охранять себя потому что пристань полная кораблей удобно сокрушает их особо же если они раздражительностью как червем незаметно источены постараемся показывать крайне молчаливость и неведение при настоятеле молчаливый сын любомудрия он во всяком случая приобретает много ведения 80 видел я послушника который как бы ловил слова из уст настоятеля но я отчаялся в его повиновении примечая что настоятелевая речь служит для него гордости а не к смирению будем со всяким трезвением трезвиться со всей наблюдательности наблюдать и со всякой осторожностью остерегать себя вникая когда и как должно служение предпочитать молитве потому что не всегда непременно сие необходимо 82 стр. 69 лестничник будь внимательен к себе в присутствии братья и никогда не спеши показывать себя в чем-либо праведнее их ибо сделаешь сугубое зло и их уязвишь своей лживой и притворной старательностью и себя во всяком случае наведешь на высокоумие будь старателен в душе немало не выказывая этого телесно ненаружностно ни словом ни загадочным знаком и это нужно то есть быть старательным к душе если только перестал ты уничижать ближнего если же склонен еще к уничижению братьей то будь подобен братьям своим и ни в чем не отличайся перед ними по самомнению и видел я неискусного ученика который при некоторых людях хвалился добродетелями учителя своего и думая снискать себе славу чужим хлебом скорее навлекло на себя бесчестие когда все сказали ему как же это доброе дерево произрастило бесплодную ветви 85 не за то что мужественно переносим насмешку от отца признают нас терпеливыми но когда терпим если и всякий человек пренебрегает нами и наносит нам удары от отца же переносим и из уважения и подолгу как все повеленная и наносит ему рабы ничего не стоя и все сделали что должны были сделать суд о трудах наших узнаем во время ишествия своего общежития есть земное небо поэтому постараемся привести сердце свое в такое же расположение какое имеют ангелы служащие господу пребывающие на этом небе иногда как бы окаменевают сердцем а иногда также утешается умилением сердца чтобы и самомнение им избежать и облегчить труды слезами небольшой огонь размягчает великий кусок воска так нередко и приключающаяся на малое бесчестье внезапно смягчает услаждает и изглаждает сердце всякую свирепость нечувствительность и ожесточенность 90 видел я однажды что двое сидели скрыто наблюдали труды и послушивали воздыхание подвижников но один делал это чтобы соревновать а другой чтобы при случае укоризненно выставить на позор и божий делателю воспрепятствовать в прекрасном делании не будь неразумным молчальником и не приводи других в смущение и огорчение не будь и медлителен в поступках и в походке когда велено тебе поспешить противном случая ты хуже беснующихся и смятенных не резко видел я как говорит ио что души болезнуют этим и по медлительности нрава а иногда и по готовности на все и делился как разнообразен порог кто не один а вместе с другими тот не столько может получить пользу от псалмопения сколько от молитвы и до сих пор